Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня давайте поговорим о святом, о детях. Но не о простых детях, которые по всей России живут своей жизнью в подавляющем большинстве далеко не роскошной, даже ненормальной. Ну, хотя бы той, которую имеют их сверстники в той же Европе, да, с жизнью, с защитой детских прав, с гарантией получения образования. И, помните, не помню, какой именно из региональных каналов российских снял девочку, которая плакала, потому что хотела хоть какой-то подарок на Новый год, и при этом понимала, что ее мать не может позволить себе никакого презента. Или вспомним детей, которых выстраивали на школьном дворе в форме буквы Z, или там дети, которые получают вместо отцов билеты в цирке. Это еще неплохо, а могут вообще пачку пельменей получить. Вот все эти слова, песни «Спасибо любимому Путину за наше счастливое детство» давайте вспомним. Но есть же и другие дети в России, да? Те самые, которые при измерении общей температуры по палате дают вот на статистических простынях вполне себе неплохую статистику счастливого детства в целом по необъятной стране, да? Когда у одного ламборгини, а у другого деревянный конь, да, то, в принципе, получается где-то в середине опель. Но вот те самые дети, которые в социальной рекламе для элиты, помните, была обалденная, не знают, кто их папа. Дуньте волкотестер. Че? Ты знаешь, кто мой папа, а? Вы отчислены. Ты знаешь, кто мой папа? По кентикуму, слышь. Ты знаешь, кто мой папа, а? Дети, которые не знают, кто их папа. Будьте к ним добрее. Проходя мимо них, помните, вы спасаете свою жизнь. Да, вот эти вот. Признаться, поговорить с вами на эту тему меня подвигла та самая, самая эффектная вечеринка десятилетия, да? По факту, по выхлопу и по результату. Голая вечеринка Ивлеевой. Ну, точнее, тот резонанс, который она вызвала. Просто, когда она только прошла, на первом этапе ее многие рассматривали как некий пример того, что в России все просто зашибись. Что светская жизнь в Москве так вообще не чувствует никаких санкций. И все еще лучше, ярче и смелее, чем даже до войны. Мол, да, элита с каждым годом войны становится все более лощенной и довольной жизнью. А потом эта вечеринка как-то стала неожиданным поводом для настоящей мясорубки среди богемы. Мясорубки, из которой теперь торчат даже ободранный павлиний хвост Бедросовича. И вот этот эффект для меня стал неким сюрпризом. Потому что, ну, по большому счету, а что нового и неожиданного произошло? Вечеринки еще похлеще всегда проходили и проходят сейчас. За стенами закрытых клубов, за заборами вилл и дач на Рублевке. И не только. В пентхаусах и в банных комплексах. А самое главное, мне стало интересно, как война в принципе отразилась на тех, кто родился в России с золотым билетом в зубах. Вот ответ мы попытались найти в разговоре с Андреем Сидельниковым, который прекрасно разбирается в сортах этого российских элит. Да, в сортах российских элит. Оставайтесь, будет интересно. Смотри, начиная с тобой этот разговор, я никак не могу забыть слова, которое произнес Пригожин, ну, не тот Пригожин, а другой Пригожин, лысый Пригожин. А, нет, точнее, он не оба лысого. Да, не оба лысого. Не оба лысого, точно, да. Ну, короче, шоу-бизнес Пригожин произнес Ахмедову, да? Он тогда ему сказал, что Путин все... Отняли у наших детей будущее. И вот тут я, честно говоря, тогда еще засомневался, а сейчас так тем более. Так какое будущее отняли у детей богатых родителей? Почему он считает, что этого будущего в России для детей богатых родителей нет? А речь-то не идет не про Россию совершенно, на мой взгляд, здесь. Я с Эким Пригожиным немножко знаком. Я в свое время добивался отмены выступлений Валерии, и мы запретили приезд к Обзону, который собирался на этом концерте выступить. Пригожин мне звонил целыми днями, уговаривал прекратить компанию вести, и рассказывал, что, значит, они вынуждены, там, вот какие бедные, несчастные, вот они идут на поводу Кремля, там, пятый, десятый. В общем, там сдавал всех и вся, в том числе и Эрнста, и вот эту всю, значит, шайку-лейку творческую. Но вот этот разговор, который ты напомнил, это действительно как бы, ну, непонимание приходит, что это не про Россию идет речь. У них же недвижимость, деньги на Западе. Эти квартиры, вот, собственно говоря, вот я не знаю, что они сделали. В Лондоне была большая квартира в одном центральном, в Шенебенном районе Мэйфея. Продали, не продали, не знаю, там в Швейцарии какой-то дом. Это же все, в общем-то, куплено, опять-таки, они могут считать, что это заработанные деньги, а это на самом деле деньги-то ворованные, по большому счету. Да, понятно, они предоставляют услуги, являются скоморохами у власти мущих, обслуживают, обсасывают этот режим и люди от него. И за это получают преференции. Чем больше лизнешь власть, тем побольше кусок тебе достанется. Ну, так сложилась ситуация и жизнь уже. То есть, это, в принципе, все, кто находится вот в этой связке, все это понимают. Жизнь, действительно, Путин перекрывает им вольготную, хорошую жизнь будущей. И даже не им самим, а действительно детям, потому что, ну, они хоть и ведут себя невменяемо, но прекрасно понимают, да, чем чревата война. Санкции, опять-таки, вот те годы рассказывали, что санкции не работают, а оказывается-то они работают. То есть, они просто как бы вот так опять скрывали и притворялись, да, что они не работают. Да, нам хотелось бы, чтобы санкции работали лучше, эффективней, были мощнее, чтобы их нельзя было обойти. Но мы живем вот в том мире, в каком живем, поэтому исходим из реальности. Санкции действительно работают. И приближенным скоморохам, пособникам этого режима, которые детей хотят, чтобы у детей была красивая жизнь, ну, на Западе, ну, потихонечку прикрывается кислород. Они действительно, многие уже и в санкционные списки входят. И, в общем-то, не так много мест, куда могут они вылететь, не боясь там каких-либо санкционных вещей. Вот они сейчас все любят ездить в Арабские Эмираты. В общем-то, наверное, это единственное сейчас место осталось, где им комфортно, потому что Европа закрыта, Америка закрыта. Закрывается, и вот эта вот, скажем так, приоткрытая дверь, в которую там Киркоров недавно, не в эту дверь вошел, да, рассказывает, она действительно закрывается. В общем-то, опять-таки, не так, как бы нам хотелось, не так эффективно, но все-таки она закрывается. Да, конечно, подожди, 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 объясни, в этот момент объясни мне, который ко всей этой комарильи никогда не имел никакого отношения, и для которого это тоже такие, значит, это зверьки, какие-то сферические зверьки в вакууме. Бабла ж немеряна вообще. Ну вот, ну, то есть, с точки зрения простого россиянина, баблища немеряна. За эти деньги можно купить себе там, не знаю, кусок озера Байкал и построить там себе что-то вообще такое феноменальное абсолютно. Они не хотят на Байкале, они не хотят внутри страны, в том-то и дело, они хотят вот этой западной жизни, они хотят жить и существовать в западных демократиях, да, но деньги-то у них приходят оттуда, от террористического режима, и у них получается, что вилка-то не такая большая. Они обязаны идти вот в ногу со всеми, иначе если ты выберешься из коллектива, то все, у тебя денег-то не будет. То Запад пытается отнять, значит, да, вот или активисты вот на Западе, такие как мы, пытаемся отобрать, заморозить и конфисковать эти средства. А тут еще со стороны, как бы, власти от Путина тоже нужно, вот, они между двух огней, получается, да, то есть в таком, как бы, они сами загнали себя вот в этот круг порочный, и вырваться из него не могут, потому что уйдешь на Запад, да, с теми деньгами, которые есть, ну, простите, от тех годов и 10 лет хотя бы последних, когда они выкруживали для себя у власти огромное количество финансов, да, вот эти все корпоративы, заказники, это же все шло, ну, деньги от власти, да, от олигархов, связанные с властью, они, опять-таки, пытались отбелить эту систему, ну, и, соответственно, они сопричастны, они являются как минимум пособниками. И тот же самый Пригожин, он классический пособник совершенно, чтобы он там не рассказывал в частных беседах, там, либо выступает там на телевидении, он пособник. Обнулиться невозможно. Они хотели бы сделать так, чтобы вот все забыли там до момента полномасштабного вторжения, что они там творили, и у кого-то, вот видите, получается перевернуться и уехать. А кто-то уже настолько в наркотическом вот этом угаре не самих наркотиков, но вот власти, это же наркотик, да, и деньги эти от власти тоже наркотик, они не в состоянии заработать деньги в конкурентной рыночной среде. Поэтому им приходится, вот, собственно говоря, облизывать власть тянущих, ну, и пытаться как-то деньги куда-то пристроить. Ну, Запад теперь для них действительно перекрывается, не для всех, но рано или поздно действительно мы всем перекроем и кислород, и отберем всю недвижимость, которую они понакупали в разных странах. Это будущее, они это понимают. И пытаются, в общем-то, через угольный ушко пролезать. Ну, вот не у всех получается, поэтому, ну, не знаю. Пригожин, я просто не слышал, он как-то проявился в последнее время, я просто не очень помню. Вообще никак, Валерия даже голая вечеринка не пришла. Да, все пространство, если брать шоу-бизнес, все пространство занятое сейчас этой голой вечеринкой, обсуждение. Да, да, и вот, кстати, на самом деле, голая вечеринка – это второе, что я хотел с тобой обсудить. Я понимаю, о чем ты говоришь, я все равно, для меня все равно остается загадкой, почему, имея подобную власть и подобные деньги в России, живя в самой красивой, самой прекрасной в мире, стране, где все самое лучшее, и все остальные нам завидуют, они все равно стремятся, чтобы они сами, недвижимость, их дети, все это… Да, жили на Западе, жили на Западе, потому что они хотят цивилизацию. Ну, они хотят цивилизацию, опять-таки, хотя бы для своих детей. То есть, если они-то сами уже пораженные преступники и пособники, то хотя бы детям дать возможность вот этой красивой, вот с этими огромными несметными богатствами жизни, ну, на Западе. Ну, а получается, что их действия и поступки перекрывают и детям. То есть, получается, что и дети, естественно, будут отвечать за все эти преступления своих родителей, потому что деньги-то действительно будут заморожены, конфискованы рано или поздно. Поэтому здесь у них вот эта боязнь, желание, с одной стороны, шикарной жизни на Западе и боязнь лишиться всего, совершив тельные шаги, да, опять-таки, пойдешь против власти, что-нибудь скажешь не то про войну, ну, все, хана, вот, будут последствиями, как и у остальных. Вот, вот, смотри, смотри, что получается. Вот эта вот голая вечеринка и в особенности то, что начало после нее происходить, это же, по большому счету, пример того, от чего пытаются своих детей скрыть и власть имущая, и элита, и в том числе шоу-бизнес. Ну, они же участвуют сами, и дети чиновников участвуют в этой голой вечеринке. То есть, опять-таки, я не знаю, почему так все разволновались и вообще такой хайп поднялся за этой вечеринке. Ну, это периодически происходит. Вот я хоть сам в Москве не живу уже 16 лет, но все года постоянно подобные вещи происходят. Поэтому ничего такого нет. Я, кстати, как раз не являюсь противником подобных вещей. Это частное дело каждого. Меня возмущает с другой стороны другое. Вот, совершенно другое. Я обращаю внимание, что сегодня, вот, тогда, когда Путин, когда Россия убивает в ежедневном режиме украинских граждан, бомбит украинские мирные города, да, я, честно говоря, уже то, что на фронте происходит, вот эти вот пособники, оставшиеся в России, потому что часть творческой интеллигенции, нельзя назвать, наверное, ну, творческих людей все-таки покинули. И было время этим сделать. Заканчивается второй год полномасштабного вторжения. И они, как ни в чем не бывало, значит, вот тут усуются. Они пособники для меня. Они реально преступники и пособники. Они должны ответить. То, что сейчас властник пожирает, это здорово и замечательно. Мы вот буквально у нас вот в среду, каждую среду, у нас вот Международный санкционный комитет выдает пятерки на людей. Вот мы вчера поставили как раз пятерку голой вечеринки. Ну, и Пенхоров напрашивался сам собой. Я видел в Штаты и делал расследование еще летом. Ну, в общем-то, ну, а тут совпало, опять-таки, вон предатель Украины Милявская, это вот сама Ивлеева, еще там кого-то, мы не помним уже, Билан, опять-таки. И они же, извините, они ведь присягают на верность террористам. Так они должны за это отвечать? Пусть отвечают. Смотри, тут есть еще один любопытный аспект. Вот я хочу, чтобы мы с тобой его обсудили. Вот ты говоришь о том, что они хотят, чтобы их дети, и они сами, их недвижимость была в зам на Западе, да, там, в красивом западном мире. Но красивый западный мир, это же еще и мир. А, свободы, Б, уверенности в своем будущем, да, потому что система римского права, потому что суды, потому что и так далее и тому подобное. А вот в России, вот эта колая вечеринка, она для меня сейчас является примером того, что ты можешь в России сколько угодно изощренно и ловко вылизывать зад власти. Ты можешь сколь угодно кричать, я русский, подпевая шаману, и так далее, и тому подобное. Но стоит тебе сделать хоть какой-то, в принципе, малейший шаг в сторону от генеральной линии партии, притом даже если партия эту генеральную линию еще не описывала. Не, да, не протертило еще, да, у нас очень часто это бывает. А тут ты вроде бы там типа совершаешь то, что ты всегда делал, но при этом ты получаешь, несмотря на все свои регалии, несмотря на шуршавый язык, несмотря на бархатные лапки, несмотря на вот это все, ты получаешь такой... У меня только одно объяснение этому есть. Это вот зажравшиеся от безнаказанности, как и представители власти, так и представители обслуживающего персонала, так называемой вот этой творческой элитки. Артисты, певцы, музыканты, то есть, в общем-то, актеры. Это именно о безнаказанности, именно потому, что вседозволенность. А с другой стороны, сейчас там большая конкуренция, вылизывание-то вообще-то, ну, в принципе, да. Я не знаю, я думал, во-первых, что Киркоров, ну, если уж там не Ивлеева, а Киркоров, по идее, должен был стать доверенным лицом Путина. Да, по идее, да. Сегодня, наверное, этого можно вопрос как бы исключить. А что такое доверенное лицо Путина? Это в дальнейшем, опять-таки, гонорары, деньги, кому что. Ну, то есть, как бы там каждый доверенное лицо, каждый, кто участвовал в предвыборных кампаниях Путина, получал свои ништяки от власти. Кто-то получал государственные премии, кто-то получил народную артистку сразу же после выборов, выборов, кто-то театр получает, соответственно, другое имущество, коммерции открываются пути. Сейчас вот у них большая конкуренция именно вот стать этим вот одним из доверенных лиц, потому что это гарантирует, гарантирует колоссальные прибыли. Как и в финансовом, как бы, плане, ну, так и в других вообще остальных отношениях к взаимосвязи с властью. Поэтому вот, ну, предугадать шаги власти сегодня невозможно. На самом деле, там все вот эти вот Z-блогеры и Z-патриоты, которые начали вот эту вот волну торжественно, которую сразу все подхватила власть, они же называли их, да, зажравшиеся выродки. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что дети Патрушева, внуки, еще кого-то, да, там, и прочее, они же такие же зажравшиеся выродки. Они же творят то же самое, только без камер. Да, конечно, естественно. Я тоже не понимаю, каким образом это все попало в сеть. То ли это нужно было вот просто показать другим, другому кругу этого бизнеса. Типа, мы вот такие, как бы, и типа, что вы с нами сделаете, да? И либо к нам примыкайте, либо, значит, не будет заказняков, концертов, все остальное. Но это определенная мафия тоже существует в этом бизнесе уже долгие годы и там у советского времени, поэтому тоже никакой не секрет. Ну вот, да, действительно, дети, элиты стараются, ну, если уж какие-то совсем уж вопиющие случаи, стараются просто действительно это не афишировать. Но происходит, поверьте, то же самое, даже еще круче. Уверен, абсолютно. И я не то чтобы вот раньше, да, когда я был бы моложе и жил в России, подобной вещей не было. Они были, но как-то у меня там, в общем-то, и не было, ну, видимо, я не из того окружения, да и у меня не было никогда стремления попасть на подобные вещи. Но это происходило постоянно. В той или иной форме, а-ля голые вечеринки. И это нормально. Еще говорю, это совершенно право людей заниматься тем, чем хотят в частном порядке. Да, смотри, мы с тобой обсудили о том, что звезды пытаются жить вот такой вот жизнью красивой, красивой эпатажной жизнью в вечеринке, да-да, открыто. Мы с тобой обсудили, что на самом деле дети элиты, партийные элиты, дети бизнес-элиты, они ведут точно такую же жизнь, только скрытую, да, только за стенами каких-то закрытых клубов и без телефонов, без публикаций в соцсети. Но вот... Ну, немножко поумнее все-таки, наверное. Политики и бизнес, ну, как бы объясняют, скорее всего, каким-то образом с Вадим Отпрыском о том, что это чревато. Хочешь иметь миллионы, ну, делай это, делай что угодно. Опять-таки, ввезешь что угодно, но только за закрытыми дверями. Ну, ну, вот сюда. А для шоу-бизнеса это же дополнительное подписчики, дополнительное внимание, это то, на чем шоу-бизнес, это дрова шоу-бизнеса. Ну, конечно. Да, какая штука. За полтора года, за более чем полтора года войны агрессии Российской Федерации против Украины, при том, что и первый период войны был победобесным, и вторая половина 2023 года она в публичном пространстве победобесная, пропагандоны прям вот ходят строем с штандартами по студии. При этом, при всем, нет ни одного достоверного сообщения о том, чтобы кто-то из элиты отправил своих детей за медалями. Хотя бы приблизительно. Был, по-моему, случай, если я правильно помню, сын Пескова, уголовник из Великобритании, как-то защитился у Вагнера. Где-то каким-то образом. Но это была просто информация. Конечно, они что, собираются убивать своих детей? Конечно, дети элиты не участвуют в той войне, в которую вязал Путин как бы всю страну. Безусловно, они их оберегают. А кому? Вот пусть это быдло умирает, называется. Да, ведь Путину он же в этом указе о частичной мобилизации вот этот седьмой или там шестой, я уже тоже не помню, миллион-то списал. Да, то есть, понятное дело, в этот миллион-то, естественно, не входили дети элиты. А как-то я не очень как бы представляю, чтобы... Дети занимают разные посты. Посмотрите на сына Патрушева, на сына Медведева. Посмотрите на Собчак, на самом деле, с той же самой голой вечеринкой. Ну так что? Это как бы все свое, это вот как раз приближенные, и как это можно... Это все вот для плебса. Чего народ российский не возмущает от этой ситуации? Народ живет в страхе. Здесь это запуганно. Владимирский показал, как она может защищать площадку, как она может стирать людей. Именно стирать. Помнишь, был этот фильм, по-моему, со Шварценеггером «Стиратель», да? Да, 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 да. Ну вот, стирает людей просто власть в разных областях, в разных конфигурациях. Поэтому время тогда... Нет, время придет. Я совершенно в этом просто убежден. Не потому, что мне этого хочется, да, но это просто говорит вот эта вся история сейчас Путина, к чему он приводит страну, об этом говорит. Их будут вешать. Их будет вешать народ как бы... Но пока этого не происходит. Слушай, мы с тобой вот много поговорили уже об элите, о творческой элите со знаком «минус», но есть же на самом деле и примеры со знаком «плюс». Я вон разговариваю. Ну давай, давай обсудим. Я разговариваю сейчас с одним таким примером, Антюш. Извини, пожалуйста, но ты тоже журналист, но ты занимаешь абсолютно четкую позицию, более того, да не просто ее занимаешь, ты еще и очень много делаешь. Для того, чтобы... Ну, пытаюсь, во всяком случае, что могу, то и делаю. Здесь как бы тоже... Ты делаешь, и ты делаешь очень-очень много. Я помню, кто там, по-моему, Ольга Смирнова, прима Большого театра, да, говорила о том, что я никогда не думал, что мне будет стыдно за Россию. Как ты думаешь, сколько, какой процент россиян испытывает такой же стыд? Статистическая погрешность. 3,75 процента. Ну, не больше, не меньше. Ну, это больше, нет. Это вот кажется маленькая сумма. Ну, в России проживало... Сейчас, конечно, меньше, естественно, но 140 миллионов считается, как бы, да, там, по статистике, по всему. Мы будем придерживаться этой суммы, этой цифры, ну, потому что, как бы, другое, а у нас нету никаких данных. Ну, и 3,75 процента, это миллион людей. Так, минуточку. Миллионы. Ну, вот, поэтому... Ну, в связи с тем, что страна большая и по территории, и по населению, в общем-то, вот эти, как бы, люди, вот эти миллионы, они теряются, потому что они разобщены, потому что они действительно, ну, не вместе. Потому что, если бы были вместе, то это была бы совершенно другая ситуация. Но вместе они точно никогда не будут. Это тоже понятно, это не проблема России, это проблема вообще в разных странах, ну, как бы так вот общество существует, в общем-то. А власть, понимая те или иные вещи, ну, естественно, как говорится, не дается сбиваться в стаи. В принципе. И делает все возможное для того, чтобы разобщить те или иные группы, если они понимают, что от них может быть исходить угроза. Они их разобщают. И это тоже, как бы, классические, как бы, примеры. И вот тогда теперь вторая часть. Вторая часть вопроса. Что тогда? Как воспринимать? Что делать? Там, не знаю. Высказывание Юмашевой, которая высказалась в свое время, вышла на акцию в Лондоне, насколько я помню, или там в Инстаграме, она написала «нет войне». В Лондоне она не выходила. Вот это я точно могу сказать. Не выходила, да. Она не выходила ни на какую демонстрацию, ни на какой пикет. Это здесь, потому что я точно знаю, как человек, проживающий в Великобритании долгие-долгие годы и создавший там русский политический Лондон. Так что нет, этого не было. Я не слежу за, в принципе, там Инстаграммами, социальными сетями. Ты имеешь в виду Татьяна Диченко, да? Или что? Да, да, да. Юмашева, Мария Юмашева, которая внучка... А, это дочка. Это, получается, да. Это внучка, получается, Парижа. Да, внучка Бориса Николаевича. Вот. Хорошо, подожди, подожди. У нас еще был пример, вот насколько я понимаю, бывшая жена Пескова. Бывшая жена Пескова, которая тоже там в Инстаграме, то ли в Фейсбуке где-то... Но она живет в Париже, насколько я понимаю. Да, она подруга, почему она против войны. Вот, насколько это все искренне, почему это все? И самое главное, а насколько это все вредит их высокопоставленным родственникам, которые сейчас еще при власти? Значит, я думаю, это искренне. То есть, опять-таки, не знаю ни одну, ни вторую, там, ни других в личном качестве. Мне кажется, это искренне. Во-первых, они живут, проживают за границей. И все-таки... Вот, кстати, у Явлеева, я сейчас немножко уйду в сторону, опять возвращаюсь к этой, даже не к вечеринке, я просто... Я у себя вчера, помню, даже, или позавчера написал у себя пост. Мало сейчас пишу в социальных сетях, у нас все время больше санкций занимают, а это как бы не особо-то напишешь что-то такое. Так вот, я написал, что у Явлеевой ей уникальный шанс был предоставлен, грубо говоря, обнулиться, да, индульгенцию получить, за облизывание власти, и если бы она взяла, уехала и призвала, и рассказала все как есть, выступила против войны, и это помогло бы многим, как я считаю, и, ну, остатки совести сохранить, если такие присутствуют, как бы, да, ну, и последовать примеру ее, потому что действительно у нее огромное количество подписчиков, поклонников, и подобный поступок, а это был бы поступок, да, она бы вписала себя в историю именно с положительной точки зрения, и она, конечно, на Западе бы не пропала, естественно, и у нее и финансы существуют, и, в общем-то, других обстоятельств, и условий, как бы, она бы не, скажем так, не бедно бы жила, но вот этот шанс напрофукла, вот, а те, кто проживает уже давно за границей, даже имеющие там в бывшем, прибывшей жизни связи в Кремле, ну, в общем Кремле, мы сейчас говорим, как не административное здание, а вообще, как бы, всю систему власти, ну, не знаю, я считаю, действительно, что они искренне это говорят, вредит ли это, как бы, навредило ли Пескову, ой, да вряд ли совершенно, там они с этой, со своей женой, преступницей, навкой, такими вещами ворочивают, что, собственно говоря, это никакая не помеха, ну, вот, вот, там не жена, кстати, Пескова, это дочка Пескова, а дочка, ну, может быть, может быть, ну, она как выступила против, а потом и за уже, как бы, все, ну, то есть, опять-таки, не шатает туда-сюда, ну, когда человек идиот и дурак, у подобных, как у Пескова, ну, они по факту такими являются, потому что, опять-таки, зажравшаяся жизнь, оторванность от реальности, и вот эти пальцы, папос и все остальное, не дают им возможности развиваться умственно, ну, уходит все в другое место, понимаете, так что, в общем-то, ну, опять-таки, вот в эту искренность я как раз не верю, это, опять-таки, мода, да, определенная, ну, потом, все-таки, заявить о себе, сколько там, они уже, да, действительно, много обсуждали, говорили, как бы, это я даже, действительно, забыл, ты говоришь про жену, просто я знаю, что жена-то живет, как бы, ну, она вроде как раз не выступала, никаким образом, нельзя не против, не против, не против, они же преступно молчат, я бы так сказал, они именно преступно молчат, и думают, что если они будут просто промолчать, вообще, вот в разных вещах, потом они, когда, как это, пришли белые, да, вот мы как бы с белыми, придут красные, значит, мы с красными, нет, так не получится тоже, связь, если есть как бы с этим преступным спрутом путинским, значит, будут отвечать, и независимые молчат, они не молчат, ну, а что же касается, там, вот большинства уехавших, известных людей, я верю в их выскоренность, действительно, я многих лично знаю, вот, и понимаю, что, в общем-то, ну, это тоже вот была последняя капля, хотя, тоже много вопросов к разным людям, война-то идет не, ведь, не с 22-го года, а с 14-го, ведь аннексия Крыма произошла, да, они выступали против аннексии, ну, как-то это все, однако, и деньги получали, и кормились, и все остальное, как-то, а власть тянущих, ну, вот, так что, как бы так, да. И мне вот интересно, окей, на данный момент антивоенное высказывание и телодвижение детей и родственников высшей российской элиты пока не приводит к помещению их отцов, матерей и родственников, вот тех вот, те, которые сверху, в лубянские подвалы, но, с другой стороны, публичная опорка звезд, которые вхожи и обласканы в самых высоких кремлевских кабинетах, это ли не попытка устрашить всю эту златовласую элитарную шоблу? Мол, делайте, что хотите, но не публично. И означает ли это, что российская власть пробует и в этом вопросе с косплеить Советский Союз, где для простых людей секса, конечно же, не было, но в банях, при санаториях ЦК молодые комсомолки радостно помогали зрелым партийным бонзам снова почувствовать себя ого-го. И что еще интересно, что вот именно вот эта отпрысковая категория российской элиты как раз совершенно уверена, что на папином бабле и собственном опломбе они смогут отъехать от любого катаклизма. Даже интересно будет посмотреть, как у них это получится. В этом деле многое, кстати, зависит от российского народа, который в момент катаклизма, по идее, должен успеть поймать за золотые волосы всех этих золотых детишек вместе с их папами. До встречи, друзья! Ведь нам есть о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова